Здравствуйте! В эфире Next Generation Clinic. И сегодня у нас в гостях Алиса, донор яйцеклеток клиники NGC. Алиса, расскажите, пожалуйста, почему вы решили стать донором? Мне посоветовала подруга, так как она тоже сдавала яйцеклетки, но в другой клинике. Она сказала, что есть приятное денежное вознаграждение. И также она объяснила, что она считает очень здорово кому-то помочь, например, завести ребёнка. Особенно, если так размышлять, наверное, лучше, когда действительно думающие люди заводят детей в этот мир, которые уже готовы, которые действительно очень хотят детей и могут что-то ребёнку дать. Поэтому это, мне кажется, очень такое доброе дело, в первую очередь даже. А почему донором стали именно в нашей клинике? Ну, я посмотрела сайт, посмотрела, что клиника достойная, пришла сюда поговорить, увидела такое отношение трепетное достаточно, что много этапов проходит, что клиника не просто забирает у тебя ресурсы, а действительно заботится о твоём здоровье, то есть всё предусмотрено. То есть, что вот на сайте прочитали, все ваши ожидания оправдали? Да, да, всё хорошо в этом плане. А какие этапы вы прошли? Ну, сначала, получается, нужно собрать справки из психоневрологического диспансера, например, о том, что нигде не стоите на учёте. Затем множество анализов нужно пройти, УЗИ. Дальше идёт этап стимуляции яйцеклеток, ну, чтобы они лучше росли перед пункцией, да. Там увеличивается дозировка препаратов, при этом нужно ходить, наблюдаться на УЗИ, смотреть, насколько они хорошо растут. И потом уже сама пункция, то есть, когда достают фолликулы, и всё, собственно говоря, потом восстановление. Ну, то есть, обследование от и до, весь организм, всё проверяют? Да, да, да. И анализы, там прям очень большой спектр. То есть, это даже с точки зрения, там, мне как человека полезно, что узнать, в каком состоянии вообще организм. Вот. А вот какой-нибудь из этапов вызывал страх? Может, какие-то сомнения? Чего-то боялись? Ну, вот стимуляция, я переживала, ну, мало ли всё-таки гормоны, вдруг там как-то вес будет плавать или что-то в этом духе. Но я потом поняла, что у меня вес плавает, я всегда вот переживаю за это, только потому, что я там просто побольше поела как-то. А по факту так всё, если питаться как бы правильно, дозировано, то вес не прибавляется даже от стимуляции. И, конечно, перед пункцией было небольшое волнение, но, в принципе, то есть, во время пункции ты точно ничего не чувствуешь. Просто потом уже, когда наркоз отходит, есть небольшие какие-то болевые ощущения в животе, но это проходит за пару дней буквально. И то есть даже ты функционируешь, то есть там не лежишь в лёжку. Я вот, например, там спокойно ребёнка куда-то водила в садик или свои какие-то другие дела делала. Ну, а вот то, что уколы колоть во время стимуляции, не страшно? А, это вообще в этом проблемы нет. У меня родители ветеринары, я вообще этого всего не боюсь. Я маме там уколы колола с детства и себе иногда, если у меня там что-то было, например, какая-то мышечная боль. Один раз я помню, я себе уколола укол спокойно. Ну, то есть мне это не страшит абсолютно. То, что наркоз, вот этого тоже многие боятся. Как вы? Ну, я сначала боялась, потом я посоветовалась даже со своим знакомым врачом. Он мне сказал, что нет никаких исследований о том, что наркоз плохо вообще, в принципе, влияет на организм. И поэтому я делала, я спокойно его переношу. Там плюс наркоз, он же буквально в течение, наверное, 15 минут максимум длится. То есть после него нету какого-то вот этого тяжёлого состояния. То есть спокойно выходишь, и всё, из наркоза. Вот. А как с врачами взаимодействовали? Всё ли было комфортно? Да, всё очень комфортно. Врачи очень так, ну, заботятся, корректно разговаривают. Ну, то есть комфортная такая атмосфера, в принципе. А координатор доноров, как у вас было взаимодействие? Помогал. То есть если какие-то непонятки, даже вот на ресепшене иногда бывает, что кто-то что-то не знает. Сразу пишешь координатору, он реагирует, ну, что-то советует, помогает. Поэтому тоже где-то осталось довольна этим. А все ли цельные гарантии выполнила клиника? Да, всё хорошо. Всё выплатили. И, в принципе, да, ну, у меня не было каких-то, как это сказать, осложнений, поэтому я не обращалась, но всегда были готовы помочь. Если что-то вот, ну, там произойдёт не так, всегда можно обратиться в клинику. Вот. Но такого не было, слава богу. Ну, вот вы стали донором и выполняете такую важную миссию, помогаете людям становиться родителями. Вот какие у вас ощущения вот того, что вы донор? Ну, я чувствую, что это какой-то вклад мой такой личный. Плюс я понимаю, что у меня, например, хорошее здоровье действительно. У меня вот у самой есть ребёночек здоровый, и я очень, ну, хотела бы помочь людям, которые очень хотят детей. То есть это вот правильный какой-то вклад в демографию. Не такой, что вот есть много людей, которые просто вот не хотят детей, заводят, потом дети мучаются. А здесь я понимаю, что такой семье надёжной, которая действительно хочет ребёнка, которые как-то будут вкладываться 100% в ребёнка, они, ну, сделают ребёнку счастливую жизнь. То есть я могу помочь ребёнку, в первую очередь, который родится на этот свет и будет счастливым в хорошей семье. Ну, это очень важно. Да, вы большая молодец. А что бы посоветовали девушкам, которые тоже вот хотят донором стать, но сомневаются, надо это делать, не надо? Ну, я думаю, что попробовать стоит. Я вот лично вот по себе скажу, что я никаких осложнений или каких-то неудобств не встретила. То есть, ну, максимум на последние дни стимуляции там немножко тяжёлый такой рвот, кажется, вот. Но потом это всё быстро проходит, как вот забирают яйцеклетки, потом проходит пару дней, и ты уже в норме. По поводу наркоза, как я уже сказала, там нету такого, что ты просыпаешься, не можешь оклематься. Я вот, например, не знаю, полчаса, даже не полчаса, а 15 минут полежала после наркоза, выпила чай с печенькой, которые предоставляются, и всё, встала и пошла дальше. Мне даже медсёстры удивлялись, как я так быстро встала и пошла. То есть, никаких сложностей я не увидела. Вот. Поэтому можно попробовать, а дальше уже решать девушкам. Я думаю, что это классный вклад, и классно то, что это, ну, ценится, есть вознаграждение. То есть, вы можете как-то отложить эти деньги, куда-то потратить. Ну, а сейчас немного о себе. Расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь? Я занимаюсь сейчас в основном бытом. У меня же, как я уже сказала, есть ребёнок, 4 годика ей. Я занимаюсь ребёнком, то есть, мы вводим её на занятия различные. Вот сейчас собираемся в музыкальную школу поступать, потому что у неё идеальный слух, как у нас, у всей семьи, в принципе. Вот. А также я занимаюсь ремонтом, потому что квартиру не так давно мы с родителями приобрели. Вот, занимаюсь ремонтом, обустройством квартиры. Также раньше я работала в продажах. И, ну, я думаю, сейчас как вся эта история с ремонтом закончится, и вообще у ребёнка будет постабильнее в плане её занятий, времяпрепровождения. И тоже обратно пойду на работу. Вот. И, в общем-то, люблю готовить. Вот готовлю ребёнка своему молодому человеку. Ну, в общем, как-то так. А вот про музыку вы сказали. И чем именно вы увлекаетесь? Идраете на чём-то? Я всю жизнь вообще до того, как я закончила школу, училась в музыкалке параллельно. Вот. И ездила на конкурсы музыкальные, занимала там призовые места. Также вот один год я училась в театральном, пока не забеременела, взяла потом академ. Вот. Потом, как у меня вот начались вот эти все декретные истории, я стала работать в продажах. Но вообще у меня есть мечта. Я хочу всё-таки заниматься музыкой. Ну, то есть у меня дома есть фортепиано. Я занималась эстрадным вокалом, но также училась на фортепиано, на флейте я умею играть. Вот. Хотелось бы, конечно, в будущем как-то это ещё развивать, потому что, ну, это мне близко. Я вообще, в принципе, творческий человек. Вау, это очень здорово, что вы такая разносторонняя, и флейта, и фортепиано, и всё здорово. Теперь пожелайте, пожалуйста, что-нибудь будущего родителям. Ну, вообще, я считаю, на это нужно, в принципе, очень ответственно смотреть. То есть, в первую очередь, терпение. Но и, конечно, это огромное счастье, дети, в любом случае. Много есть разных моментов, как много переживаний, так и много приятных, милых моментов, которые вы никогда не забудете, которые навсегда запечатлятся в памяти. Поэтому терпение, сил, удачи, ну и, собственно говоря, много-много счастья. Алиса, спасибо вам большое за интервью. Будем рады видеть вас ещё в нашей клинике. Да, я тоже очень рада была дать интервью, рассказать свою точку зрения. И, в общем-то, спасибо вам, что позвали. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!